Собственно, про Хаека. Я хотел спросить тебя, как ты познакомился с идеями Хаека, с чего началось, в какой степени он на тебя повлиял и в какой степени он влияет, продолжает влиять на твое мышление и на разговоры, может быть, или обсуждения с коллегами, не обязательно нашей идеологической ориентации. Но я для начала могу рассказать, как я познакомился с Хаеком. Я был в конце 80-х вовлечен, ну, в силу некоторых обстоятельств жизни, я оказался вовлечен в движение анархисиндикалистов, ну и анархистов. Тогда, собственно, произошло, когда произошло открытие идеологических шлюзов, каждый интересующийся политикой, экономикой человек начал искать себе каких-то идейно близких людей и в результате некоторой эволюции я пришел к такой версии, как бы сейчас сказали, производственного социализма. Это был некий промежуточный этап развития моих идей. Я математик по образованию и, собственно, как раз в 88-м году я закончил университет и начал интересоваться экономикой, тоже примерно в 87-м, 88-м году. Экономикой, социальной экономикой. Вот, и я стал дружить с анархисиндикалистами, с московской организацией будущей конфедерации анархисиндикалистов. Тогда это называлась группа «Община». Ее организовали, прежде всего, ребята из исторического факультета Московского государственного педагогического института. И они как раз в 87-м, 88-м году стали издавать самознатовский журнал, печатавшись на пишущих машинках, «Община». И еще пару таких вот самознатовских студенческих журналов. В одном из номеров, по-моему, это был третий номер журнала «Община», я прочитал выдержки из книги Хайека «Дорога к рабству». Надо сказать, что тогдашние анархисиндикалисты были рыночно-ориентированными. То есть, это была идея такой рыночной экономики, в которой основными действующими лицами были бы индивидуальные предприниматели и кооперативы. Или какие-то коллективы предпринимателей. Они не были фанатами централизованного планирования? Нет, напротив. Они были критиками, и это было понятно, потому что они были во многом последовательными Бакунина, а Бакунин критиковал марксистский централизм. Они не были марксистами, так можно сказать? Нет, конечно. Они были антимарксистами, то есть социалистами, но антимарксистами. Сторонниками общинно-рыночного социализма, можно так сказать. И довольно естественно, что они поместили фрагменты работы Хайека как критику централизма и бюрократии. Значит, антибюрократический пафос – это был важный компонент их идейного багажа тогда или риторики даже. И я прочитал эту главу из работы Хайека и впечатлился. Причем я даже не могу сказать точно, какой главой я прочитал, но я понял, что этот мыслитель крупный и серьезный. И тогда был всплеск интереса к литературным и интеллектуальным журналам. Тогда тиражи, значит, зашкаливали за сотни тысяч. Я на этой волне… Ютуб позднего советского периода. Да. Вот, я тогда выписал «Новый мир», по-моему, «Дружбу народов», «Вопросы экономики» и «Вопросы философии». И в 90-м году мне с «Вопросами философии» прилетел перевод «Дороги к рабству», который, как я теперь знаю, редактировал Росислав Закович Капелюшников. И это был хороший перевод, и я вот ездил в общественном транспорте, прочитал «Дороги к рабству», таким образом. Вот. А вторая книга Хайека, которую я прочитал, это был 93-й год, значит, тоже через моих анархических друзей, анархосиндикалистов, я получил на английском языке «Конституцию свободы». И я, ну, я тогда, естественно, не владел английским, как все выпускники простых советских школ, вот, и я одновременно изучал английский язык, читая разную англоязычную литературу. Это была вторая книга на английском языке, которую я прочитал, это была вторая книга Хайека, которую я прочитал, вот, «Конституцию свободы». Я ее со словариком, значит, читал, вот, и она попала мне в руки благодаря моему анархическому другу Александру Шубину, который сейчас работает, ведущий научный сотрудник Института истории РАМ. Вот, ему прилетела посылка с разными книгами, он сказал, ну вот, берешь, берешь, что хочешь, да, вот тебе Хайек, ты же либерал, вот, наверное, тебе это интересно. Вот, я взял и стал его читать. Третья книга, я ее прочитал, если я не ошибаюсь, в 94-м, это была «Контрреволюция науки», которая, наверное, из книг Хайека наиболее сильное впечатление на меня произвела, потому что та методология общественных наук, которую он там излагал, собственно, была версией, ну, одной из версий Мизосовской методологии, вот, это ключевая методологическая работа Хайека, вот, ну, а дальше, что называется, пошло-поехало, вот, дальше появились переводы уже в конце 90-х, индивидуализм, экономический порядок, насколько я помню, это, конечно. Начали нулевых, мне кажется. Начали нулевых, да. Ну, я, поскольку уже, так сказать, расчитался на английском, я имел возможность брать в «Унионе» книги австрийской школы, собственно, в 90-х, вот, после Хайека я стал читать «Ротборда» активно и «Мизоса». «Мизоса» человеческую деятельность в Чикагском, в Чикагской версии я, неожиданно, для себя купил в «Унистическом магазине», в году, наверное, в 94-м или 95-м. Как оно, интересно, залетело? Ну, кто-то распродавал в библиотеку. Вот, да, и на меня, ну, существенную роль в этой, как бы, в «Ане истории чтения» сыграла статья в журнале «Экономика и математические методы», там была переведена и издана статья, обзорная статья Эбелинга в австрийской школе, которую сейчас можно найти в интернете. Да-да-да, хорошая статья. Вот, и я ее, собственно, в 92-м году и прочитал, вот, и там, чем она еще, помимо такого краткого и емкого изложения основных идей австрийской школы, она содержала список литературы. И я, будучи так тому времени, в 93-м году начал работать в Академическом институте, я получил доступ к библиотеке «Инион», которая сейчас сгорела, вот, но я, тем не менее, мог там получать по межбиблиотечному арганементу книги этих авторов, и я, собственно, систематически начал их читать. Вот такая история. Слушай, а ты не упомянул о знакомстве уже с теми работами Хайка, которые связаны с экономико-теоретическими аспектами, чистой экономической теорией, такие как цены производства, чистая теория капитала, его работы связаны именно с теорией цикла, с теорией денег и так далее. Это происходило уже позже, я так понимаю. Да, это я в «Инионе» брал эти книги, вот, цены и производство, наверное, году в 96-м я тоже получил из «Иниона» и прочитал эту книгу, потому что считал ее важной. Да, еще надо упомянуть, конечно, книгу «Пагубная самонадеянность», которая была напечатана очень большим тиражом. В 92-м году. Вот, она, естественно, увидев, я ее купил и там, ну, типа, проглотил за три дня. Благо, это был хороший, качественный перевод. Ну, правда, говорят теперь, что это не Хайк написал, потому что Хайк в то время был уже 89 лет и написал эту книжку из заметок Хайка «Редактор», собственно. Считается, что сейчас это уже не совсем аутентичный вариант. Да, ну, тем не менее, на мой взгляд, он достаточно хорошо выдержан в методологии и в риторике Хайка. То есть, можно спорить, насколько точно, но, во всяком случае, не сильно он выливался. И, что очень важно, эту книгу, мне кажется, очень многие тогда прочитали. Вот она, так сказать. В любом случае, это было время, получается, когда читали много прорыночного. Тогда и Хайк появился первый, и был, выяснен, Мизос, социализм, по-моему, это 92-й или 93-й года. Бруцкуса, наконец, переиздали, Корней появился, хотя это уже другая ветка, скажем, людей читала Корней и увлекалась всем этим. Ты это пропустил ли бы тебя, или тебя это заинтересовало? Меня это заинтересовало. Корней дефицит вышел в 90-м году, если я не ошибаюсь. Я, собственно, читал советскую прорыночную литературу, в основном это публицистики. Шмелев и что-то в этом роде. Попов, да, Шмелев. Там тоже были разные децентралистские и прорыночные идеи. И, конечно, когда Корней вышел в 90-м году, я купил и прочитал эту книгу. И потом, когда я закончил университет и записался в Ленинскую библиотеку, тогда студентов туда не записывали, только людей свыше макроэнерами. Я даже достал более раннюю работу Корней, это было такое, ну, скажем, макроэкономическое моделирование пенсианского толка. Если я не ошибаюсь, работа конца 60-х, начала 70-х. В дефиците это тоже проскальзывает, макроэкономическая пенсианская штука. Вот, то есть, ну, я это, конечно, читал, так же, как я читал, например, стандартные пенсианские работы, типа Столярю, не помню точное название. По-моему, ну, что-то там было проэкономический рост. Она была посвящена, эта книга вышла вообще, если я не ошибаюсь, с 60-х годов, в серии экономической статистики, была посвящена макроэкономическому моделированию. Я ее тоже прочитал. Плюс, значит, тогда стандартные макроэкономические учебники появились в свободном доступе в библиотеках. То есть, их просто закупили, их стало довольно много. Там, как он, Самуэльс, на переводе, 64-го, кажется, года, его был просто в библиотеках не получить. Все время был занят. Вот, это такая библиографическая редкость. А тут я в иностранку приходил, там стояли учебники Балмоли и Блайндеры, по-моему, еще какая-то макроэкономика. То есть, все стандартные макроэкономические учебники. Да, все стандартные экономики стояли на английском. Я это, в общем, тоже читал. Я экономист-самоучка, то есть, я математик по образованию, а экономику, ну, кроме моего курса стандартного матэкономики, который мы проходили в университете, это не был экономикс, это была особая совершенно статья. Вот этот вот, такой стандартный экономикс я изучал по англоязычным учебникам, которые потом стали переводить и издавать на русском. Слушай, пока, прежде чем я отвечу на твой вопрос, хотя так долго получается, подготовка, я все-таки хотел уточнить. Ты сказал, что познакомился уже позже с ценами производства, причем сказал, что контрреволюция сильно повлияла на тебя. Был ли ты впечатлен именно экономико-теоретическими работами Хайка, или для тебя они уже были, скажем так, не новостью на тот момент, когда ты с ними знакомился? Потому что, собственно, для мейнстрима это тоже, мне кажется, достаточно, ну, крышесносная работа. Ну, все-таки с австрийской теорией цикла я познакомился не по Хайку. То есть, ценные производства я читал уже просто как вот, ну, чтобы знали, еще и как и Хайк это изглазил. Я с австрийской теорией цикла, в основном, познакомился с Парок-Братовским, ну, таким более популярным книгам. Вот, и, кстати, про Хайка еще надо сказать про книгу «Частные деньги», которую издал Институт национальной экономики. То есть «Знающий лист Саповым». Да, то есть «Знающий лист Саповым». Которую я тоже прочитал. И, собственно, ее заинтересоваться этим как раз меня побудило общение с Виталием Нейшлим. Вот. Я даже сейчас, наверное, не буду излагать там какие-то сложные, идейные траектории, которые тогда я прошел. Но эта книга «Частные деньги» я почитал раньше, чем «Ценные производства», потому что она была по-русски. И, строго говоря, вот эти экономические работы Хайка, да, они стали для меня, так сказать, скорее развитием того, что я почитал в «Мизус и Уродберг». Именно в моей жизненной траектории такого радикального пересмотра чего-то они уже не вызвали, потому что это произошло раньше. У меня не было, на самом деле, радикального пересмотра экономических взглядов, потому что я сразу как-то окунулся в это австрийство и неортодоксальную экономическую мысль. И вот это мое самообразование в основном шло через это. То есть у меня нет, нет мейнстримного экономического образования. Бэграунда? Да. У меня экономический мейнстрим – это одно из течений, которое я стал потом изучать. Надо сказать, что вообще, ну, слово «защита математической экономики», как это, не знаю, звучит. У нас был курс математической экономики на пятом курсе, кроме того, я заканчивал, ну, защищал реклам по кафедре. Исследование операции. То есть, вроде бы, я был в это погружен, но наш лектор по математической экономике, Ашманов Станислав Александрович, профессор и зав. кафедры исследования операции, прям сразу сказал, что он начал возлагать модели общего равновесия в Алиаса, ну, с функциями полезности и так далее. Он сразу сказал, что эта штука не предназначена для каких-то расчетов, потому что она содержит в себе большое количество нереалистичных допущений. Она нужна не для этого, а для того, чтобы понять некоторые базовые соотношения. Свойства этой системы. Да, вообще, что у вас существуют цены, что спрос-предложения, что такое спрос-предложения, как они устроены в случае, когда много разных товаров, нормальная структура этого, как это все друг на друга влияет, что такое цены, каковы свойства цены, не как они образуются, каковы их формальные свойства, но, конечно, что-то такое. Вот, соответственно, у меня к этим моделям было всегда отношение именно такое, это некая логика. И поэтому, когда я у Низеса прочитал, что экономическая наука, ну, или Шибер, арксеология, это некая анализ логики человеческой деятельности, у меня не было никакого... Это хорошо легло на то, что ты получил? Да, радикального разрыва никакого не было. Ну, собственно, у Низеса тоже ведь и говорится о том, что чистая экономическая теория, даже теория общего равновесия, она хороша как аналитический инструмент для того, чтобы понять реальную функционирующую экономику. То есть, грубо говоря, функцию предпринимателя можно понять только если сравнить реальное устройство экономики и вообще реальную жизнь с этим общим равновесием, потому что именно в условиях живой экономики происходит появление прибыли, которая не будет существовать в условиях общего равновесия. Ну, так, то есть это как... Evenly Rotating Economy, кажется, так это Низес называется. Вот, поэтому, ну, в некотором смысле меня, конечно, нельзя считать таким обычным, то есть человеком-экономистом, который прошел обычный путь экономиста. Ну, понятно. Ну, тогда пришло время для моего ответа или моей исповеди на этот вопрос. Ну, собственно, ты говорил про 80-е, когда ты уже, получается, заканчивал аспирантуру, да? Нет. А я только начал в школу ходить в 89-м году, поэтому я, естественно, не застал того момента, когда Хай появился на русском языке. Я узнал вообще о том, что интересуюсь экономикой, только когда уже стал заканчивать школу, то есть это был конец 90-х. Но мой отец, он был преподавателем политической экономии в советские годы, и он, собственно говоря, хорошо знал марксистскую литературу, так совершенно точно, ну и некоторые буржуазные работы. Правда, с конца 80-х годов он уже не занимался преподаванием. Единственное, что вот мне запомнилось, это то, что огромное количество книг, частные корни, в частности корни были в нашей библиотеке. Но когда я уже стал учиться на экономиста, пожалуй, первоначальное знакомство с Хаеком было благодаря книге Евгения Михайловича Майбурда, экономическое, собственно говоря, как там теперь первое издание называется, «Видение в историю экономической мысли от пророков до профессоров», кажется, так она называлась. И сама эта книга заканчивается на Хаеке. То есть обычная история экономической мысли, она там непонятно на какой главе заканчивается, потому что в конце обычная какафония из всех школ и направлений, а Майбурд, я думаю, заканчивал на Хаеке, и глава называлась «Последний из ЛСФР». Но нельзя сказать, что прочитав, я решил, что ЛСФР – это правильно, и, значит, я солидарен с Хаеком, но, по крайней мере, я узнал о его идеях частных денег, что мне запомнилось, о том, что он был, в отличие от многих мейнстримщиков, скажем так, достаточно эрудированных в разных областях, что, скажем, это серьезно отличает Хаека от, там, не знаю, традиционных экономистов, которые за пределами своей сферы, там, не знаю, экономика труда, или экономика сельского хозяйства, или, там, даже математическая экономика, мало что знают. А Хаек был очень образованным и в праве, и в истории мысли, и в философии, методологии, пестемологии, и в экономической теории, в истории экономической мысли, причем на немецком и прочих языках. Меня это заинтересовало, потому что, в моем представлении, экономист был такой, ну, как бы, жестко специализирующийся человек, который, ну, почти как бухгалтер садится, надевает, то, что надевает на рукавники, как бухгалтер, и делает что-то либо для фирмы, либо для государства, чем-то он этим занимается. Оказывается, экономист может быть таким философом, да, который не пытается что-то, там, скажем, продать, а что-то пытается понять. Вот, потом я начал читать самого Хаека, ну, и, да, пожалуй, что это было традиционно, что крышесносное оказалось для меня дорогой к рабству, который переиздали в 2005 году, я помню, это переиздание, либеральная миссия было. Но больше всего меня поразило то, что, когда я дал отцу почитать эту книгу, она просто, ну, его все убеждения, которые у него были в основном такими марксистскими, она просто куда-то вот сдвинула в сторону. Это меня, пожалуй, даже больше впечатлило, чем сам текст, хотя и текст меня впечатлил так же. Но, надо сказать, что параллельно, меня, собственно, вот с момента открытия существования Хаека и до прочтения дороги к рабству, меня Хаека интересовала именно как экономист. Ну, я хотел, там, делать диссертацию, хотел, и диссертацию я писал по макроэкономике, я не ассоциировал себя, там, с австрийской школой или с чем-то еще. Мне вообще хотелось узнать побольше, а не стать сторонником какого-то направления или, там, движения. Я, если читал Хаека и Мизоса, то я читал именно экономические их части. Я помню, что человеческую деятельность, я вот там, ага, кредитная экспансия, вот это меня интересует, а проксиология, но это слишком такая философская вещь, поэтому диссертацию как-то не защитишь, что ли, в этом роде. Вот. И Хаек меня интересовал, в частности, книгой «Частные деньги» и «Теория экономического цикла». Мне показалось, что это очень круто, особенно, когда я параллельно с этим познакомился с кумулятивным процессом Микселя, который мне показался эстетически и логически просто каким-то совершенством экономической теории, ну, вот, каким-то таким, с одной стороны, абсолютно мысленным феноменом, а с другой стороны, настолько логичным, что факты, которые ты наблюдаешь, там, вот, рецессии 2001 года, там, потом 2007-го и вообще все эти вещи, они как-то очень хорошо ложатся друг на друга. Там, естественная процентная ставка, да, фактическое действие банков, которые к этому приводят. Это мне было очень интересно. Тем более, я тогда работал в банковской сфере. Вот. А что называется мировоззренческий сдвиг, да, он произошел, когда я прочитал «Дорогу к рабству», и, наверное, вот уже после этого я старался прочитать вообще все, что было переведено, не было переведено. Ну, и где-то к 2009 году я решил, что надо как-то искать людей, которые были бы единомышленниками. Наверное, они существуют. Хотя, я помню, что я твою статью, но не о Хайеке, а Мизосе, прочитал в «Эксперте». Это был 2000-й, кажется, год, потому что перевели первое издание Мизоса «Человеческая деятельность». Я помню, что, ну, раньше не было интернета, и из некоторых журналов я делал себе, так сказать, вырезки. И вот одна из этих вырезок – это была твоя рецензия на «Human Action». Потому что я подумал, что… Да, это были такие древние какие-то были древние времена, когда в «Эксперте» писали «Можно было опубликовать рецензию на «Human Action». Это не я придумал, они сами меня приглашали. Это было что-то удивительное, и одновременно в «Ведомостях» Куряев написал несколько заметок по поводу протекционизма, и, насколько я понимаю, попал в яблочко, и его перестали приглашать комментировать, потому что он, как сказать, разоблачил определенную протекционистскую схему, которую проталкивали в начале нулевых. Это действительно было просто каким-то интеллектуальным открытием, и дальше хотелось читать, изучать, знакомиться с людьми, которые все это делают. Я помню, что как раз в 2009 году я был на эти хиппи, я выступал, и там я познакомился с тобой, с Куряевым, с Аповым, и это было тоже для меня таким определенным шагом. Ну, а после этого я решил создать институт Хаека, и в институт Мизоса ездил, в этом году снова собираюсь, ну и, в общем, продолжаю этим заниматься. Вот, примерно так. Ну вот, сразу такой вопрос параллельный, вопрос о себе и тебе, как Хаек, ну, мы пока про него, был воспринят, и как он повлиял на, и как продолжает, может быть, влиять на интеллектуальный климат, интеллектуальные дискуссии. Ну, вот я за трафтой расскажу такой интересный эпизод. В 1994 году, благодаря моему другу, географу Владимиру Каганскому, я попал на географическую конференцию. Это было в городе Валдай. Интересно как. Вот, это было, ну, географы обсуждали свои географические проблемы, мне это было интересно. Вот, потому что, ну, потому что это был период, когда, так сказать, расцветало сто цветов, все регионы искали какую-то свою самостоятельную, ну, не скажу идентичность, но свой путь. Я интересовался регионалистикой, и вот я к ним приехал, и меня поразило, что Хаек, один из географов, я даже сейчас не помню его фамилию, но географ из Института географии Иран, в своем выступлении, вдруг стал ссылаться на Хаека. Для меня это было некоторой неожиданностью, причем мне показалось, что он не совсем правильно понял Хаека, и я там выступил, и что-то тоже такое сказал, и у нас с географами завязалась дискуссия о том, что он имел в виду Хаек. Это что-то фантастическое. Я даже сейчас не помню, о чем конкретно мы говорили, но вот, тем не менее, и никто из присутствующих не удивился, что мы... не спросил, кто это такой. То есть, такой вот эпизод, когда люди из другой сферы, далекой от экономики, в общем-то, не очень близкой к политической философии, для них это было довольно естественно. Ссылаться на Хаек, его обсуждать. Вот что сейчас происходит, мне трудно сказать, потому что я мало общаюсь с ней экономистами, но тем не менее, общее впечатление, что Хаека, в общем, знают, даже если его критикуют, его могут обзывать, там, отцом него либерализма, и так далее, но тем не менее, он присутствует хотя бы как отрицательный персонаж. Вот что по твоим наблюдениям? Ну, слушай, я вот преподаю с 2002 года, это получается 18 лет. Я преподавал экономистом, сейчас работаю на факультете политологии, преподаю экономику политологам и международникам, юристам я читал. В общем, за эти 18 лет, кому я только не читал. Поэтому, как бы, мне кажется, ну, мой опыт, он, хотя и не очень большой, но тем не менее, что-то может говорить. По моим представлениям, то, что касается экономистов, я вот в высшей школе экономики был даже несколько лет заведующим кафедрой и преподавал там базовые курсы, там, кроме меня, никто не упоминал ни Хаека, ни Мизоса, ни Ротборда и так далее. Ну, ты, наверное, знаешь, эту знаменитую историю про, там, не знаю, Солерна, Блока, про любого либертарианца-австрийца на Западе, что они там учились, грубо говоря, в аспирантуре и какой-то там случайный семинар, на котором они побывали, и там профессор выступающий сказал, а вот Мизос сказал что-то. И, там, Солерна спрашивал, Мизос, кто такой Мизос? Да, он уже к тому времени был аспирантом, там, и заканчивал в Колумбийском, кажется, университете. То есть, практически все, кто потом пришли к австрийской школе в Америке, они ничего не знали о Мизосе и Хаеке, пока они учились на бакалавров, магистров и так далее. Вот, и в этом смысле мы догнали и перегнали Запад, как мне кажется, особенно наши самые прогрессивные экономические вузы, такие как Рэшка и Вышка, хотя остальные, я думаю, к этому тоже стремятся, эти фамилии практически не упоминаются. А если и упоминаются, то в рамках курса истории экономической мысли, на которых большая часть студентов либо спит, либо вообще отсутствует. То есть, эти курсы, мы знаем, что урезаются, и в этом смысле советское образование было даже, пожалуй, что лучше, чем сегодняшнее мейнстримное. Потому что история экономической мысли вообще выбрасывается. Есть понимание о том, что экономисты – это те, кто моделирует определенные макроэкономические, скажем, процессы и должны владеть техникой эконометрической, должны уметь решать задачи. И такое количество на них падает материала, который должен быть освоен. Там элементарно, чтобы сдать зачет по микро-один, нужно приложить огромное количество усилий к решению совершенно разных задач математических, которые отнимают много усилий и, естественно, отвлекают внимание от того, чтобы порассуждать, о чем, например, мейнстрим отличается от австрийской школы, вообще, что такое австрийская школа, или даже, что такое марксизм и так далее. То есть, вот есть мейнстрим, ты поступил, ты экономист, что ты будешь делать, вот у тебя какие-то предметы. И ты, как трамвай, по рельсам идешь. Поэтому, даже если тебе попадется вот такая вагонетка в виде какого-то студента, который несется куда-то туда, то поговорить с ним о том, что ты знаешь, что там существует что-то, это означает его попытаться как бы сбить его с его магистрального пути. Потому что ему нужно пронестись через 4 курса, сдать все эти предметы, написать диплом, защитить. А на защите диплом будут присутствовать какие экономисты? Такие экономисты, для которых ссылки на Хайека и Мизеса в лучшем случае ничего не значат, а в худшем случае приговор. Что такое тоже получается. Поэтому, если человек ориентирован на прагматическую составляющую, ему лучше об этом не знать. Если бы я только заботился о судьбе человека, экономиста, другой вопрос, нужны ли вообще такие экономисты нафиг? Я бы, собственно, таких экономистов вообще перестал готовить. Потому что это просто, так сказать, траты денег и ресурсов на непонятную деятельность, бесполезную или даже вредную. Потому что, собственно, создают иллюзию того, что экономисты способны руководить сложными социальными процессами, которые на реальность не понимают. Это с одной стороны. То есть, грубо говоря, мне кажется, все достаточно плачевно на экономических факультетах. Но отчасти я с тобой согласен, когда ты сказал, что Хайека любят упоминать условные гуманитарии, то есть не экономисты, политологи, социологи, историки, философы. Да, вот есть неолиберализм. Естественно, они ничего не знают о том, что конкретно. То есть, традиционная ссылка какого-нибудь условного гуманитария на Хайека будет такая. В книге «Либерализм» Хайек написал о том, что бедные должны беднеть. Ну вот, примерно так, без ссылок, без цитат, просто есть фамилия Хайек. Он, ну понятно, что был врагом вообще человечества. Понятно, что он написал книгу «Либерализм». Которую написал. А что там вот он написал? Какие у него аргументы? Ну, аргумент, ну типа, ну, рынок все порешает. Ну, что? Ну, вот как бы... Невидимая рука. Да, ну, то есть, вот это все как бы ненаучное. Вот мы там что? Мы социологические опросы проводим. Например, там, сравнительный анализ. У нас там есть свои жижики, там, я не знаю, Фуко, классики, философы настоящие. Ну, а Хайек что? Ну, он экономист, он полагал наивно, что люди сверхрациональные существа, что рынок все сделает, что государство не нужно. Понимаете, да? Он понимал, он думал, он так думал, он верил, что государство не нужно. То есть, вот такие разговоры у тебя... Я их периодически, они до меня долетают, потому что, как бы, со мной это не обсуждают, потому что, ну, как бы, я бы мог что-то как бы возразить на это, но я это периодически слышу на каких-то выступлениях, конференциях и еще о чем-то. То есть, грубо говоря, в общем, стратегия и с точки зрения результативности она работающая, это игнорирование. Да? Потому что, ну, экономисты-технократы, они не очень заинтересованы в Хайеке, потому что, ну, как бы, они тратят время не на то, что им делает карьеру, ну, а гуманитария, они вообще, в принципе, на антикапитализме все и существуют. Вот. Поэтому, я не думаю, что позиции сейчас очень хорошие к восприятию Хайека. Тяжело это, прямо скажем. Я думаю, что вообще, ну, по моей практике, действительно, долго интересуются идеями австрийской школы Хайека только люди с каким-то внутренним стержнем, какая-то внутренняя потребность. Потому что, периодически, ну, скажем, наступает какой-нибудь кризис, вот был кризис 2007-2009 годов, и пошла волна вот этих вот, условно говоря, сторонников теории цикла австрийской школы, либертарианства и так далее. Но сходит волна, и люди ищут, где себе найти новое место, так сказать, приложение о своем усилии. Их куда-то заносит, там, какой-то комитет, ведомство. То есть, они подстраиваются под тренды, которые есть в социуме. Ну, а не нужно рассказывать, что наши тренды, мягко говоря, в России особенно, мало коррелируют с идеями, там, Хайека, то есть, грубо говоря, нужно это все любить на уровне научного интереса. Но все-таки это не так распространено. А на Западе, мне кажется, что это гораздо лучше. То есть, я бы сказал, что на Западе сейчас удивительная возникает возможность для того, чтобы австрийскую школу двигать вперед. Потому что те, кто вот как раз с ней долго-долго боролись и не хотели ее слышать, они в итоге этого достигли. Но у них тупик, потому что они друг с другом столкнулись. И как бы беда состоит в том, что им бы сейчас хороший новый сторонник не помешал бы. И в этом смысле, как ни странно, они иногда способны, ну, то есть, я даже, я не буду сейчас называть фамилии, но вот я думаю, леонтьевские чтения, на которых мы сегодня участвуем сейчас, 10 лет назад, производят такое впечатление, что люди, которые крайне агрессивно воспринимали там австрийскую школу, чуть ли не хотят с ней, ну, как-то, вот иметь какие-то хорошие отношения. Да, почему? Вдруг. Я думаю, отчасти потому, что вот их мейнстримная, например, убежденность в том, что они сейчас вот завалят австрийцев и дальше впереди светлая дорога, она оказалась несколько иной. Они, может быть, и там и столкнули, но они под такой самосвал сами вернули, что они готовы хоть с гитародоксами дружить, лишь бы, ну, попытаться каким-то образом это обойти. Потому что, грубо говоря, как ни крути, эти и мейнстримщики, и, собственно, гуманитарии, они, как бы они не любили государства, они начинают от него жутко страдать. И вот здесь тоже возникает вопрос, что как бы мы, с одной стороны, не любим капитализм, а с другой стороны, мы видим, что государство, как бы там ни было, оно вот куда-то не туда ведет. Я думаю, слышал вот эту идею, сейчас ее на Западе активно продвигают, идеи либертарианства, что, типа, вот, все было нормально с большим государством, пока была БАМа. Стоило сказать, Трампу, как левые стали говорить о том, что не надо ли ограничить власть президента. Да, и либертарианцы подхватывают, так, может быть, дело не в том, что должно быть больше государства, не важно Трамп, Обама, что в принципе президент не должен обладать такими полномочиями. И это оказывается для них, вот, кстати, я думаю, что в каком-то смысле популизм, вот то, что сейчас называют популизмом, трампизм, вот эти все движения, они как бы серьезно повлияли на интеллигал, потому что они понимают, что их могут просто выгнать в шею. Потому что те люди, с помощью которых они кормятся, они недовольны тем, что за их счет существует. Я бы не стал преувеличивать древновидность интеллектуалов в целом, но вполне возможно, что кто-то об этом и задумает. Я про некоторых, про некоторых. Некоторым уже кажется, что это далеко не самый страшный брак неолиберализма, либертарианцы какие-то. Я бы сказал одно слово все-таки в защиту некоторых философов. Одно из неожиданных таких, для меня одним из неожиданных впечатлений последнего десятилетия было то, что интерес к Хаеку, к австрийской школе, ну и может быть, более широко проблемам, например, частной собственности, вдруг возник у людей, ну скажем так, из сферы философии. Ну вот, я общался, и даже у меня есть совместные публикации с Петром Щедровицким, сыном философского философа и одним из лидеров вот этого так называемого методологического движения. И он с большим интересом относится к австрийской школе. У него даже на одной из конференций был доклад сопоставления московского методологического круга истории, так сказать, поколений с историей австрийской школы. то есть, интерес к идеям Хаекой шире австрийской школы вдруг возникает в каких-то неортодоксальных, неэкономических кругах, которые вдруг начинают искать что-то важное для себя. И, в общем, я бы не сказал, то есть, я думаю, что это не последний случай, когда какая-то школа или направление из гуманитарных дисциплин вдруг проявит интерес и может быть как раз больше благодаря Хайпу, чем Мизусу, потому что у Хайпу больше чисто популярных работ и они переведены на русский и он более такой мультидисциплинарный автор, у него есть исторические работы и даже на уровне полемики с ним из каких-то других социальных и гуманитарных наук могут возникать неожиданные возможности для диалога. Но это у меня такая оценка. Это было бы хорошо, но думаю, что Петр это скорее такое приятное исключение из правил. Потом, естественно, и опять же, я это себе проговорил в какой-то момент, понятно, что такому человеку, погруженному в тонкости австрийской школы, ну, как мы с тобой, может быть, иногда трудно будет воспринимать, когда люди из других дисциплин, не подкованные и в австрийской школе, и в экономике, вдруг почтут это как-то по-своему и проинтерпретируют. То есть, когда идея начинает идти вши, скорее всего, будут спорные трактовки, и я думаю, просто надо психологически быть к этому готовым и конструктивно относиться к людям, которые, может быть, с нашей точки зрения, что-то не так полностью согласен. Интерес важнее, чем точность понимания. Абсолютно согласен, но это, мне кажется, уже проблема, которая будет возникать чуть позже, потому что сейчас, мне кажется, люди, скорее, не ищут новых идей, но в конкретный момент времени им проще встраиваться в те тренды, которые уже сложились. Хотя, конечно, не всем. Но да, я согласен, что нужно слушать людей, которые воспринимают, потому что и среди юристов, и, я не знаю, четверни, мне кажется, это очень классно. примерно. Да, человека, который, но он тоже среди правоведов, мягко говоря, не очень мейнстримный. То есть, надо сказать, что, возможно, коалиция, условно говоря, людей, которые не являются мейнстримщиками в своей области, вокруг парадигмы, которая является такой, междисциплинарной. И, собственно говоря, наверное, это одна из самых сильных кишек австрийской школы, потому что другим, условно говоря, школным направлениям достаточно тяжело сдружить культурологов, историков, правоведов и философов. А австрийцам это возможно сделать, но только для этого, конечно, требуются какие-то усилия со стороны конкретного человека. Потому что, все-таки, если у него взгляд цеховской, если он чувствует, что он должен смотреть по сторонам, а что другие философы скажут, или а что другие правоведы скажут, или что другие экономисты скажут, то, естественно, он быстро поймет, что лучше всего ему об этом либо помалкивать, либо вообще про это забыть. Здесь должен быть какой-то интерес личностный. В том смысле личностный, что это важно для меня, а не для моего цеха. Я считаю, что правовую доктрину нужно развивать вот такую, как Четвергин решил, и он вот как трамвай, как поезд-броневик идет вперед и делает свое дело. Так что, думаю, что такой путь будет правильным. На этой оптимистической ноте я думаю, мы можем поставить троеточие. И посмотреть, что будет. Через 10 лет. Ну или там через 5. Посмотрим. Окей.